ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает почти Число камер фото, видеофиксации нарушений на дорогах будет быстро увеличиваться. Если сейчас по всей стране их насчитывается около 7,5 тысяч, то к концу этого года цифра достигнет 10 тысяч. Об этом заявил руководитель ГИБДД Михаил Черников. Чем больше камер, тем меньше аварий, подчеркнул генерал-майор. Показательны в этом отношении, по его словам, в первую очередь, Москва, Петербург, Казань и Краснодар. ТРАССА СТО ОДИН Правительство страны отклонило законопроект, разрешающий тратить материнский капитал на покупку нового легкового автомобиля отечественного производства. Кабмин обосновал свою позицию тем, что в этом случае не будут учитываться интересы ребенка, появление которого на свет, собственно, и дало женщине возможность воспользоваться господдержкой. Еще один аргумент – дополнительные бюджетные издержки по организации выдачи маткапитала на приобретение авто. ТРАССА СТО ОДИН Общественная палата России предложила поднять штраф для пешеходов. Сейчас это, напомню, 500 рублей. По мнению общественников, пешие граждане зачастую ведут себя на дороге безрассудно, что провоцирует серьезное ДТП. К тому же, считают в палате, пешехода нельзя признавать абсолютно невиновным в аварии, если он, выходя на переход, не убедился, что варители его видят и что тормозного пути у них достаточно. ТРАССА СТО ОДИН Тойота представила обновленный ленд-крузер «Прада». Внешние изменения коснулись головной оптики, капота, решетки радиатора, бамперов и так далее. Внутри другие рулевое колесо и рычаг коробки передач, плюс модернизированные панель и центральная консоль. У машины появились новые опции и электронные помощники. Двигатели прежние, бензиновые, объемом 2,7 или 4 литра, а также турбо-дизель 2,8. В России продажи рестайлингового «Прада» начнутся до конца 2017-го. Цена вопроса пока неизвестна. Минимальная стоимость текущей версии внедорожника почти 2 млн. рублей. Издание «Автосреда» составило список самых распространенных водительских ошибок, которые заметно снижают ресурс различных узлов автомобиля. На первом месте агрессивная езда, резкое ускорение торможения при непрогретом двигателе. Второе место – привычка стоять на светофоре с выжатым сцеплением и включенной первой передачей. Третье – неспешное движение на повышенных передачах. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эха Кирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. ТРАССА СТООДИН ТРАССА СТООДИН